Всем приветик! Сегодня готовим картофельные котлеты. Хрустящие, внутри с лучком, обжаренные с сыром. Получается очень вкусно. У меня из нормы получается 25 штучек. Готовится легко, просто. Хранятся несколько дней в холодильнике. Можно как обед, как ужин, как перекус. Это очень вкусно. Всем советую. Начинаем. Начнем с картофеля. Килограмм картошки, это где-то 10 штучек таких средних. Заливаем водой, причем я ее не режу, картошка вот такая целенькая. Добавляем где-то чайную ложку соли, можно чуть-чуть больше. И ставим вариться до полуготовности. Варим без ничего, вот просто вот так. Берем где-то 4 средние луковички, вот такие небольшие. И четверть кольцами вот так вот тоненько нарезаем. Отправляем лук в сковородку на растительное масло. Немножко солим и немножко перчим. Пассируем лук до мягкости, чтобы он стал прозрачным и мягким. Когда лук стал таким мягким-мягким, видите, я сюда отправляю кусочек сливочного масла. Оно где-то грамм 40. И натертые 100 грамм сыра любого. Температуру уменьшить надо. Меньше средней, прям такую вот маленькую. Вот я 5 или 6 цифру поставлю. Перемешиваем лук с сыром. Сейчас подожду, чтобы сливочное масло растаяло. И отключу лук. Вот, сливочное масло растаяло. Все это дело можно отключить. Еще, если сыра дома не нашлось, не обязательно его добавлять. Просто у меня был кусочек, я добавляю. Но это не обязательно. Картофель у меня варился минут 15. Я его отключаю и достаю картошечку. Пусть остынет минут 5-10, чтобы ее можно было держать в руках. И я ее натру. Когда картофель немного остыл, что его можно держать в руках. Не очень горячий. Натираем его на крупной терке. Чем-то этот рецепт похож на рецепт зраз. Но он немного другой принцип приготовления, поэтому и вкус тоже будет по-другому. К потертому картофелю я добавлю чуть-чуть соли. Но мне показалось, что маловато. И немного молотого, такого мелкомолотого перчика чуть-чуть. Теперь сюда отправляю лучок с сыром, который сделали заранее. И теперь все это дело нужно хорошо перемешать. Значит, сначала я вот так вот вилочкой, даже мне как-то удобнее вилочкой мешать. А потом я буду мешать рукой и добавлять я сюда буду муку. Теперь берем муку. И все перемешиваем. Вот так вот я рукой замешиваю. Ну, как такое себе картофельное тесто. По факту это как фарш картофельный получается. Смотрите, картофель получается вот такой вот суховатый, потому что он недоваренный. И он очень хорошо держит форму. Видите, вот смотрите. Вот так должно быть и у вас. Формируем вот такие небольшие котлетки. Приблизительно где-то столовую ложку. И вот так вот вытянутые я делаю немножко. У меня получилось 25 штучек. Ну, 24-25 вот так выходит. Берем 4 яйца, чуть-чуть сольки. И немного вот так вот взбиваем. Отправляем в такую емкость побольше, чтобы было удобно обмакивать котлетки. Обмакиваем котлетку сначала в яйцо. Так, и в сухари. Вот так. Я делаю в один кляр яйцо, потом сухари. И все. Вот такие получаются котлетки. Они очень вкусные. Это, наверное, одни из самых вкусных картофельных таких котлет. Обжариваем до золотистого цвета. Они по факту готовы. Просто, чтобы были красивые. Видите, вот такие вот. Красивенькие. Жарятся они уже очень легко. Главное, огонь делайте такой средний, чтобы они не горели, а просто золотились. Вот так вот быстро они жарятся. Буквально раз-два, и все готово. Не нужно долго выжаривать, как обычные котлеты. Берем сметанку, режем укропчик. Зеленый, вкусный, весенний. Ну все, и обед готов. Аромат сразу такой, когда порежешь укроп. Ну все, заправка готова. Пробуем. Так, пирожечки. Получается сверху корочка, а внутри вкусная котлетка. Я очень люблю картофель. Знаете, когда готовишь вареники с картошкой, то остается иногда, бывает, картошка вместе с луком зажарка. И я, когда леплю вареники, я подъедаю отдельную начинку. А тут просто игра вкусов, да еще немного сыра. Попробуйте. Это очень вкусные котлеты, картофельные. Наверное, одни из самых вкусных, которые мне нравятся. Все, приятного аппетита. Телую, люблю, бывайте. Обязательно приготовьте, пишите комменты и ставьте лайки. Пока. А сейчас я хочу буквально две минутки поговорить с вами о продукте, с которого у нас начинается каждое утро. Это кофеек. Ну, что может быть лучше, чем ароматный кофе с раннего утра? Скоро выйдет видео на моем канале, как вкусно дома приготовить кофе, даже если у вас нет автоматической кофемашины дома. Поэтому ждите, скоро выйдет. Всегда трудно выбрать кофе в магазине. Для меня это всегда было раньше проблемой. Пока не оказалось, что моим соседом является самый главный кофейник по Киеву. В общем, мне вот так несказанно повезло. Он мне дал попробовать кофе, и я, как говорится, подсела. Знаете, как звучит, как будто подсела на наркотики. Ну, так оно и есть. Я не могу без кофе. Никто не может без кофе. Посмотрите, вот оно кофе, который я пью. Посмотрите, какая просто вот золотистый листик внутри. Все как положено. Он такой ароматный. В общем, я так подсела на это кофе, что любой другой мне уже не нравится, и я не могу его пить. Вот этот я уже пью несколько лет. Я как-то показывала на своем прямом эфире, какой кофе я пью. Кофе называется Бразилия Сантос. Производит его фирма ЮКофе. Это такое крафтовое производство у нас в Киеве очень замечательного кофе. В чем разница между магазинным кофе и кофе, который пью я? Разница просто колоссальная. Во-первых, срок годности кофе всего лишь 3 месяца, а магазинный хранится 2-3 года. Кофе это живой продукт, и он дышит, и дышит он только 3 месяца, потом он умирает. То есть, по факту, все кофе, которое пила я много лет, это был мертвый кофе. И я не знала настоящий вкус кофе, потому что, когда вы попробуете, что такое настоящий, свежий, живой кофе, вы подумаете, что же я пила все это время. Это действительно так. Это как кушать хлеб, который готовили сегодня с утра или неделю назад. Небо и земля. Поэтому просто попробуйте настоящий, живой кофе. Вкус и аромат его вас очень удивят, и вы уже не захотите пить магазинный кофе. Компания YouCoffee для всех моих подписчиков на постоянной основе делает скидку 20% по промокоду Ольга Матвей. Вы можете заказать и попробовать любые виды кофе. Но я вам рекомендую свой. Я его всем рекомендую. Как по мне, он просто замечательный. И лучше его нету. Вы можете заказать не обязательно такие килограммовые пачки. Там есть меньшие расфасовки. Вы можете на пробу взять разных видов и попробовать. Промокод будет действовать только на килограммовые пачки. И еще сегодня такой момент. Хочу показать вам еще один вид кофе. Когда-нибудь видели вот такое большущее зерно кофе? Оно больше в несколько раз, чем обычный кофе. Это кофе Марагаджип. Это элитная арабика. Это один из лучших сортов кофе. Этот кофе растет в Никарагуа и собирается вручную. Это очень элитная арабика. И имеет она очень необычные вкусовые качества. Медово-апельсиновый привкус, который оставляет шоколадное послевкусие. О как! Это действительно реальный вкус этого кофе. Это не химические добавки. И сейчас можно такой кофе купить тоже с 20% скидкой по промокоду Ольга Матвей. Я вам советую. Попробуйте. Конечно же, я рекомендую и свой кофе. Потому что я пью его каждый день. Оно мне очень нравится. Но если есть такая возможность, почему нет, попробуйте королевскую элитную арабику. Итак, вот это кофе Марагаджип с просто гигантскими зернами. Вот так вот выглядит пачка. И кофе, который пью я, Бразилия Сантос. Там есть много видов, сортов кофе, вкусов. Вы можете выбрать, попробовать. И вам прям доставку домой сделают. И прям рассчитаться можно чуть ли не карточкой. Я так делала последний раз. Вообще можно не выходить из дому. Пусть каждое ваше утро начинается с хорошего, вкусного кофе. В общем, обязательно заказывайте, звоните и напишите мне, как вам кофе. Я же хочу знать, как вам понравилось. Продолжение следует...